Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Спасибо за представление. Коллеги, пожалуйста, поставьте в чате плюс. Слышно ли меня? Есть ли у нас связь? Замечательно, замечательно. Тогда будем начинать. Я хочу, прежде всего, поблагодарить компанию Директ Медиа за приглашение. Мы активно сотрудничаем, обмениваемся вебинарами, приходим на площадку Директ Медиа. Спикеры Директ Медиа приходят к нам. Я надеюсь, что мы будем это плодотворное сотрудничество продолжать. Сегодня мы поговорим с вами о секретах проверок студенческих работ на заимствование. Наш сегодняшний вебинар для преподавателей, прежде всего, но и также для тех специалистов вузов, кто занимается проверкой студенческих работ. Я в конце с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Большая просьба к вам вопросы задавать на специальной вкладочке «Вопросы», чтобы они не затерялись в чате, чтобы мы на все вопросы ответили. Говорю мы, потому что также за кадром сегодня мне помогает бизнес-аналитик компании «Антиплагиат» Алексей Сарчев, который будет отвечать на ваши вопросы письменно по ходу вебинара. Итак, о чем мы сегодня с вами поговорим? Мы, во-первых, обсудим такой момент, какие же студенческие работы нужно проверять на заимствование, каковы критерии оценки оригинальности. Поговорим о таких, я бы сказала, острых вопросах, как цитирование и самоцитирование. Я представлю с удовольствием, это произойдет где-то в середине нашего вебинара, нашего общения, представлю новый курс повышения квалификации, который мы готовим для вас также совместно с Директ Медиа, с нашим партнером. Далее остановимся на перефразировании и переводных заимствованиях и редактировании отчета. Я хочу все-таки напомнить, хотя я уверена, что большая часть аудитории знает и в курсе, что такое система антиплагиат, но тем не менее, по сути, это поисковик, но поисковик специализированный, который предназначен для обнаружения заимствований в текстовых документах. И запросом в нашем поисковике служит текстовый файл, документ практически любого размера и любого текстового формата. Результатом же, ответом на этот запрос является интерактивный отчет, как он выглядит, мы сегодня с вами обязательно увидим, в котором подсвечен заимствованный текст, показаны источники и рассчитан процент оригинальности. Хочу сразу отметить, что у антиплагиата существуют версии как для корпоративных, так и для частных пользователей. Для частных лиц это версия usersantiplagiat.ru, расположенная вот на этом сайте. И для юридических лиц это продукты антиплагиат ВУЗ, антиплагиат Эксперт и другие системы. Напишите, пожалуйста, в чате, мне важно сегодня понимать, да, если вы пользуетесь продуктом для частных лиц, поставьте, пожалуйста, единичку. Если вы пользуетесь корпоративной версией, поставьте, пожалуйста, двойку. Может быть, будет у кого-то 1,2. Если пока не пользуетесь ничем, поставьте нолик. Вот небольшой такой мини-опрос. Так, вижу, спасибо. Так, есть единички, есть двойки. Есть несколько нулей. Спасибо, спасибо. Я хочу сразу подчеркнуть коллеге, что практически все, что я буду сегодня рассказывать, те примеры, которые я буду приводить, будет касаться версии корпоративной, да, то есть продукта антиплагиат ВУЗ, антиплагиат Эксперт и других систем. Если вам интересен продукт для частных пользователей, то у нас есть специальный вебинар. Я в конце дам обязательно ссылочку на расписание. Вебинар для авторов, для пользователей системы, вот именно для частных лиц. Итак, все мы знаем, ну, я, в общем-то, на примере Российской Федерации сейчас рассказываю. Все мы знаем о том, что выпускные квалификационные работы должны проверяться на заимствование. У нас есть 636 приказ, который касается работы бакалавров, магистров, специалитета. Есть аналогичный приказ Минобранауки номер 227, который касается аспирантов, адъюнктов, да, и так далее. То есть вот следующей ступени обучения. И возникает вопрос, а другие работы, надо ли их вообще проверять, не надо, да, если надо, то зачем? Здесь практика показывает, что в тех ВУЗах, в которых проверки начинаются с младших курсов, с первого, со второго курса, они, студенты этих ВУЗов приходят более подготовленными уже к написанию ВКР, потому что они привыкают к требованиям, которые предъявляются к их работам, и научаются за 4 года, они все-таки научаются правильно эти работы писать. Мы все знаем, что школа наша этим не занимается, мы все знаем, как пишутся школьные рефераты, да, принес что-то из интернета, скачал, уже молодец, садись, 5. Вот, поэтому, конечно, все это ложится на плечи системы высшего образования. И секрет, вот у нас тема, да, секреты проверок, секрет номер один, это, безусловно, о том, что проверять нужно не только ВКР, но и другие работы, хотя бы курсовые. Безусловно, речь идет не только о проверках, но также и о работе со студентами, о воспитании академической честности, об ответственности за свои работы и об обучении грамотной работе с источниками, то есть уметь корректно использовать чужие тексты, корректно цитировать, корректно использовать результаты чужого интеллектуального труда. Компания «Антиплагиат» со своей стороны внесла определенную лепту вот в эту задачу. Год назад мы провели целый цикл вебинаров, который так и назывался «Как написать отличную работу и пройти антиплагиат». И видео этих вебинаров, оно доступно на нашем канале в YouTube. Я сейчас в чат разместила ссылку. Это все в открытом доступе. Пожалуйста, используйте в работе со своими студентами. Размещайте это видео на сайте вашего университета. Это все приветствуется, специально выложено в открытый доступ для вас. Ну и дальше, конечно, у нас возникает вопрос о критериях оценки. Ни 636 приказ, ни 227 приказ не устанавливают таких критериев, а перекладывают эту ответственность, эту задачу на плечи вуза. Поэтому в вузах, как правило, имеется локальный акт, регламент или положение, которые, собственно, и устанавливают критерии оценки. Коллеги, поделитесь, пожалуйста, каковы критерии в вашем вузе? Вот именно оценки ВКР. Да, вот как вы подходите к этому вопросу? Очень коротко, буквально там одно-два слова в чате. Если не секрет, буду очень благодарна. Что является критерием у вас в вашем университете? Критерием проверки ВКР на заимствование. Если это процент оригинальности, поделитесь, какой. Если это что-то другое, то напишите, что это. Так, спасибо. Вот видите, пошли цифры, да? Пошли цифры. Так, прописаны проценты, но акцентируется внимание на то, что это внутренняя оценка, рекомендуемая при учете оценивания. Так, оригинальность по-разному. Так, вот тут целая табличка. Это, наверное, допустимые заимствования, я так предполагаю. Спасибо, спасибо большое. Объем неправомощного заимствования результатов работы других авторов не должен превышать. А, все, я увидела. Вот, Станислав Витальевич, вам большое спасибо. Обращаю ваше внимание, прописаны проценты, но акцентируется внимание на то, что это внутренняя оценка, рекомендуемая при учете оценивания, а не окончательная. Вот это просто очень радует. Спасибо, коллеги. Ну вот, действительно, в большинстве вузов используются критерии процента оригинальности. И понятно, что это значительно упрощает работу, потому что это отсекает сразу какое-то количество работ. Наверное, даже на первом этапе это удобно. То есть можно отсечь работы с совсем низкой оригинальностью, которые явно откуда-то скачаны, списаны. Хотя, в общем-то, это чисто инициатива вузов, потому что нигде ни в одном нормативном акте не закреплено, какой процент оригинальности, собственно, требуется от работы, например, бакалавра или магистра. Таких данных нет нигде. В чем проблема? Проблема, во-первых, в том, что этот процент часто устанавливается единым для работ разных жанров. Ну вот, коллеги писали, да, что прям расписывали бакалавриат, столько-то специалитет, столько-то, да. Так, извините, у меня что-то вдруг перескочило. Это хорошо. Понятно, что к диссертации одно требование, к ВКР бакалавра другое, а к реферату, который пишется на первом курсе, ну, вообще сложно предъявлять там какие-то требования по оригинальности, да, лишь бы все было правильно оформлено. И вторая проблема в том, что критерий, этот критерий используется как единственный, то есть судят только по проценту. Ну, представим себе, что мы будем с вами оценивать игру оркестра только исключительно по такому критерию, как громкость. Явно это некорректно. То есть мы будем говорить, если они достигли громкости в 75 дБ, значит, они играют хорошо. Если меньше 75, то значит, они играют плохо. Как они играют? По нотам или они фальшивят? Да, мы при этом учитывать не будем. Насколько выразительно слажено и так далее. Понятно, что это абсурд. В общем-то, таким же абсурдом является оценка оригинальности исключительно по проценту. Почему? Возьмем с вами трех студентов. Иванов, Петров и Сидоров. Ну, вот персонаж Сидорова, все помнят, да, знаменитая реклама в 90-х годах. Там был такой ученик Сидоров. Студент Иванов. Оригинальность всех трех работ, всех трех ВКР будет одинаковая. Например, 60%. Но при этом у Иванова работа по праву. И он цитирует нормативно-правовые судебные акты. То есть понятно, что процент цитирования будет очень большим. И оригинальность из-за этого будет снижаться. Студент Петров точно такая же оригинальность, но при этом у него работа, скажем, по филологии. Он цитирует литературные источники, художественную литературу, работы критиков. Тоже за счет цитирования процент оригинальности будет ниже. А студент Сидоров тоже оригинальность 60%, но его работа представляет собой компиляцию из чужих работ, сайтов готовых работ и так далее. И если мы будем смотреть только на процент, такой механистический подход, то все эти три работы будут иметь одинаковую ценность. Либо пройдут, либо не пройдут, в зависимости от того, какая планка у нас установлена. Поэтому секрет номер два заключается в том, что, конечно, нельзя судить о качестве работы только по проценту оригинальности. Все мы понимаем, что можно написать 100% оригинальный текст, который не будет иметь никакой смысловой нагрузки. Написать просто полную чушь. Оно будет 100% оригинальности. Поэтому главным критерием, конечно, должно быть отсутствие в работе неправомерных заимствований. А оценивать правомерность должен эксперт. Не компьютер, не компьютерная программа. Это и невозможно сегодня. При всем уровне развития информационных технологий и искусственного интеллекта, сегодня это невозможно. Должен оценивать эксперт. И инструментом эксперта должен служить полный отчет в системе антиплагиат. Ну или в какой-то другой системе, которая применяется в данном университете. Я напомню, что страница результата в системе антиплагиат выглядит вот таким образом. И там представлено 4 показателя. Это оригинальность, заимствование, цитирование и самоцитирование, которые выражены в процентах. Здесь хотелось бы на чем заострить ваше внимание. Что, собственно, система антиплагиат относит к цитированию. Ну, во-первых, это цитата, заключенная в кавычке. Чуть ниже покажу подробности оформления. Во-вторых, это совпадение с коллекциями нормативно-правовых документов. Это гарант, это российское законодательство и отделет законодательства Казахстана. Это общеупотребительное выражение. Это списки литературы, а также это совпадение с индексом одобренных документов. Соответственно, самоцитирование, вот выделила желтым, это достаточно новый показатель, который появился буквально в начале 2020 года. Это те фрагменты, которые совпадают или почти совпадают с текстом источника, автором которого является автор проверяемого документа. Автором или соавтором. Давайте подробнее остановимся на цитировании. Да, вот обещала показать полный отчет. Выглядит он вот таким образом. То есть это текст. Давайте сейчас я возьму указку. Так, почему-то не получается. Это текст проверяемого документа. А вот она, все, потерялась. Это текст проверяемого документа, который расцвечен, размечен разными цветами. Вот зеленый цвет это цитирование, розовый это, соответственно, заимствование, желтый это самоцитирование, белый фон это оригинальный текст. Ну вот я взяла такой кусочек, здесь оригинального текста практически нет, поэтому белого фона мы и не видим. Итак, про цитирование подробнее. Значит, мы недавно усовершенствовали работу нашего модуля поиска цитирования. И сейчас он работает следующим образом. Он определяет как цитату любой текст, который взят в кавычки и удовлетворяет хотя бы одному из условий. Перед цитатой указано полное имя автора цитаты, либо фамилия инициала, а также слово, обозначающее высказывание. Говорит, пишет, утверждает, считал, предполагал и так далее. Либо после цитаты стоит ссылка на источник в квадратных или круглых скобках, либо после цитаты присутствует сноска. Например, вот то, о чем я говорила. Мы видим, что во всех случаях имеются кавычки. В первом случае имеется фамилия автора и слово «говорил». Во втором случае это ссылка в круглых скобках. И в третьем случае это ссылка в квадратных скобках. При этом то, что внутри скобок не играет здесь роли. То есть это, безусловно, играет роль с точки зрения правильного оформления работы, по какому стандарту идет оформление. Но с точки зрения алгоритма именно системы антиплагиат, это не важно. Указали, скажем, вы страницу или не указали, это не принципиально. Ну и четвертый пример. Здесь тоже имеются кавычки. И сноска достаточно мелко получилась, но видно. То есть эта сноска ведет на некий источник. Все эти фрагменты будут оцениваться как цитирование. Также как цитирование выделяется список литературы. Вы видите на слайде такой пример. Список литературы помечен зеленым цветом как цитата. Поскольку список литературы может быть в работе достаточно большим и получится таким образом, что снижается оригинальность, то его можно отключить. Для этого нужно кликнуть... Так, я почему-то теряю все время указку. Кликнуть мышкой в любом месте этого фрагмента и выбрать «Отключить». Вот я прям выделяю красным цветом. Что произойдет в результате? В результате этот фрагмент станет серого цвета и он будет уже учитываться как оригинальный текст. Как оригинальный текст. То есть уже оригинальность этого документа снижаться не будет. Также нормативно-правовые акты. Благодаря коллекции «Гарант» в данном случае мы видим, что фрагмент нормативного акта выделен как цитата. Какой вывод мы отсюда можем сделать? Как можем сформулировать секрет номер 3? Нужно гибко подходить к оценке работ, которые не укладываются в требуемый процент оригинальности из-за большого объема цитат. То есть вот я почему обратила внимание. Это то, о чем писали коллеги в чате. Что процент – это не приговор, это не окончательный. Это внутренняя предварительная оценка. Ну, например, в работах по праву может быть большие объемы цитат, в работах по филологии, по истории и так далее. Еще один такой… Так, я пропустила, простите, перескочила, да? Здесь же хочу сформулировать еще один секрет. Он касается так называемого индекса одобренных документов. Если кто-то в своем вузе пользуется индексом одобренных документов, поставьте, пожалуйста, в чате плюсик сейчас. Просто вот мне интересно, если в вашем вузе используется индекс одобренных документов. Ну, может быть, вы про это не знаете, да? Но вот если вдруг вы знаете, поставьте плюсик, пожалуйста. Так. Ну, минус это, соответственно, означает, что нет. Так. О, ура! Есть несколько плюсов. Коллеги, я прям очень призываю пользоваться этим инструментом. Что это такое? Допустим, технический вуз. Там есть типовые методики расчета, там какого-то оборудования. И мы понимаем, что эти методики будут абсолютно одинаковы во всех ВКР, во всех студенческих работах. Либо в каждой работе должна быть прописана там техника безопасности какая-нибудь. Просто в обязательном порядке. Вот все такого рода тексты и документы, они могут быть помещены вузом в индекс одобренных документов. И в этом случае совпадения с этим индексом будут тоже помечаться как цитирование. Такой индекс сформируется каждым вузом самостоятельно по своему усмотрению. И вот этот функционал, он доступен именно администратору системы антиплагиат в вузе. Да, вот Елена Александровна пишет, нужно учить администраторов вуза. Совершенно верно, да. Поэтому для администраторов мы тоже проводим вебинары обучающие и приглашаем на наши вебинары для администраторов. Еще один больной вопрос – это самоцитирование в студенческой работе. Очень частый вопрос. Как мы, как разработчики, смотрим на эту ситуацию? Да, что если у студента есть научные публикации, он может их использовать в своей работе в любых объемах. Никаких ограничений здесь быть не должно. Конечно, должна быть ссылка на источник. Очень логично, когда бакалавр в своей работе использует тексты курсовых, то есть продолжает ту же тематику. Или в магистрской диссертации используется ВКР бакалавра. Но, разумеется, речь не должна идти о том, чтобы вместо полноценной работы там сдается та работа, ну скажем, вместо ВКР там сдается курсовая работа. Понятно, что это не есть хорошо. То есть работа должна содержать существенное превращение, не быть компиляции курсовых работ. Но очень часто студенты страдают из-за формального подхода. Мы же понимаем, что самоцитирование тоже снижает оригинальность. Соответственно, если ВУЗ смотрит только на процент оригинальности, то работа просто не пройдет проверку. Поэтому в регламенте, в локальном акте ВУЗа можно предусмотреть такой момент, что процент самоцитирования, я сейчас говорю именно про студенческие работы, не про какие другие, что процент самоцитирования может быть суммирован с процентом оригинальности. Или второй вариант, что допустимо отключать источники самоцитирования путем снятия галочки. Как это делается, чуть ниже покажу. Так, ну а теперь, как я и обещала, минутка рекламы. Я с радостью хочу сообщить о том, что мы запускаем новый онлайн-курс, курс повышения квалификации, за который возможно получение удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Совместно с компанией Директ Медиа. Этот курс называется «Современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат» в объеме 72 академических часа. И старт его планируется уже на конец января 2021 года. Я сейчас поделюсь тоже ссылочкой. Вы можете потом подробнее почитать описание этого курса. А, Татьяна Викторовна уже разместила. Да, да, большое спасибо. Значит, в чем особенности? Во-первых, участники получат полный пакет методических рекомендаций по использованию, по внедрению в систему антиплагиат в ВУЗе или в научные организации, которые разработаны специалистами компании антиплагиат, то есть методическая поддержка. Во-вторых, это, скажем так, практикоориентированный характер нашего курса. Все слушатели будут получать доступ к системе антиплагиат ВУЗ на период обучения и смогут на практике закрепить те знания, те сведения, которые они будут получать в ходе обучения. То есть теорию будем сразу закреплять на практике. Мы подготовили практические задания. Преподаватели будут давать обратную связь. Обратная связь будет даваться в специально созданной в закрытой группе в Фейсбуке. То есть у нас коммуникации будут происходить в обе стороны, а не только как на вебинарах в одну сторону от преподавателя к слушателю. Я покажу темы. Вот они темы на следующем слайде. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке. Если есть какие-то вопросы по курсу, то готовы тоже с удовольствием ответить. Но темы, наверное, я зачитывать не буду. Вы видите их на слайде. Это все, что нужно специалисту для того, чтобы стать экспертом и у себя в ВУЗе суметь наладить работу по проверкам на заимствование. Приходите, приглашаем. Уже можно регистрироваться и принимать участие. Ну а мы с вами движемся дальше. И вот у нас один из секретов был в том, что оценивать правомерность должен эксперт. И, конечно, возникает вопрос, а как это делать? Во-первых, мы уже сказали о том, что нужно оценивать связь источника с автором работы. То есть смотреть не является следствием самоцитирования. Сейчас у нас этот процесс автоматизирован. Если указан автор работы или авторы работы, то самоцитирование подсчитывается автоматически. Я 30 октября буду проводить отдельный вебинар на эту тему. Пожалуйста, если вам эта проблема интересна, приходите. Ссылочку в конце обязательно дам. Второй момент – это объем. А насколько обосновано это заимствование? Это очень важный показатель. Потому что если это цитата, и она иллюстрирует действительно мысли автора, подтверждает какие-то его тезисы, это одно. Если это огромный кусок, который просто скопирован, огромный кусок чужого текста, пусть он даже оформлен, но мы понимаем, что никакой необходимости в нем не было, то это большой вопрос. Выделение кавычками, если это дословное цитирование. Ссылка или сноска на источник. Упомянут ли источник в списке литературы? Но это распространенная студенческая ошибка, когда источник в списке литературы есть, а ссылки по тексту нигде нет. Я считаю, что студентов надо все-таки приучать к грамотному оформлению. Если источник в списке литературы упомянут, то мы по тексту работы должны видеть ссылку, сноску на этот источник и четко видеть, какие именно фрагменты были заимствованы из этого источника. Также желательно оценить степень переработки текста. Был ли это просто большой, там несколько абзацев, кусок из одного источника, который просто был скопирован, копипейст. Или все-таки там есть вкрапление авторского текста, то есть была проведена какая-то переработка. И самый, наверное, важный момент, в какой части мы обнаружили заимствование. Одно дело, если это где-то в обведении, в обзоре. И другое дело, если это в результатах и выводах. Вот в результатах и выводах, на наш взгляд, заимствований быть не должно вовсе. Там должен быть просто оригинальный текст без каких-либо заимствований. Ну и последний момент, когда была написана работа. Если вдруг вы проверяете работу, которая была написана какое-то время назад, то, конечно, нужно сопоставлять дату написания работы, дату источника, обнаруженного источника заимствования. Если заимствование, если источник более новый, то мы просто его отключаем и игнорируем, на него никакого внимания не обращаем. И, конечно, наряду с правомерными заимствованиями, наряду с цитированием, самоцитированием в студенческих работах мы сталкиваемся с заимствованиями неправомерными. Я приведу только два примера, то, что сейчас очень популярно. Первый пример – это переводные заимствования. Поскольку системы машинного перевода стали очень доступны и распространены, то алгоритм действий очень простой. Находим работу, например, на английском языке, переводим на русский, чуть-чуть там где-то правим и сдаем. И обнаружить такие заимствования очень сложно, потому что перевод всегда неоднозначен. И даже два разных переводчика переведут один и тот же текст совершенно по-разному. Тем не менее, в компании «Антиплагиат» нашими разработчиками был создан модуль поиска переводных заимствований. Сейчас реализованы вот такие языковые пары. В дальнейшем мы планируем также расширение количества этих пар. Будут добавляться новые языки. Здесь обращаю ваше внимание, что переводные заимствования маркируются как заимствования. И здесь задача проверяющего буквально кинуть взгляд. А есть ли ссылка, есть ли сноска на источник. Если она есть, то все в порядке и путем редактирования отчета мы эту ситуацию можем поменять. Если ссылки нет, значит мы имеем дело с неправомерным заимствованием. Еще один пример – это перефразирование. И перефразирование в работе может быть как инструментом косвенного цитирования, так и попыткой скрыть неправомерное заимствование. Когда чужой текст переписывается своими словами в надежде, что при проверке он обнаружен не будет. Будет легкая степень перефразирования, в том числе с помощью программ синонимайзеров различных. Она распознается в системе антиплагиат. Для этого у нас есть модуль поиска переводных заимствований, который как раз позволяет такие заимствования обнаруживать. Проверка по этому модулю ведется по интернету и по e-library. И перефразирование также маркируется как заимствование. Здесь есть пример перефразирования. Мы взяли кусочек из Википедии. Кусочек из Википедии. Вот он слева. Это оригинальный текст, который мы просто скопировали. А перефразированный текст вы видите справа. Но вы видите, как он получился путем замены отдельных слов на синонимы. Неправомерное использование превратилось, например, в незаконное применение. Вот такую степень перефразирования антиплагиат распознает, помечает как заимствование. И эксперт, который анализирует работу, у него есть возможность перейти по ссылке к отчету по источнику. Вот он. И сопоставить. То есть в отчете по источнику будет виден первоначальный текст, тот, который был в первоисточнике. А в работе тот текст, который подвергся перефразированию. Но вот в нашем примере я понимаю, что достаточно мелко, но здесь абзац фактически один в один. Вот этот абзац, он фактически даже особо перефразирован-то не был. То есть к чему этот пример? Что можно убедиться, действительно ли имело место перефразирование. И принять уже соответствующее решение. Также недавно появилась у нас новая функция. Она называется «Искать с учетом редактирования». И здесь проверка уже идет по всем модулям поиска. Она подключается при загрузке документа на проверку. То есть необходимо поставить галочку. Вот здесь, да, «Искать с учетом редактирования». Вот она галочка. И в этом случае проверка будет происходить с учетом мелкого редактирования текста, изменения окончаний, перестановка слов и так далее. Мы рекомендуем настоятельно тоже вот эту функцию использовать при проверке студенческих работ. Ну и возникает вопрос, да, если проверяющий не согласен с выводами компьютера, с выводами системы поиска заимствований, антиплагиат или другой системы. Что же делать-то? Дело в том, что полный отчет можно редактировать. Есть три возможности. Это, во-первых, отключение источника с пересчетом результатов. Это отключение отдельных заимствованных текстовых блоков, также с пересчетом результатов. И изменение типа источника. Заимствование на цитирование или самоцитирование. И наоборот. Делается это очень просто. Значит, отключение источника происходит просто путем снятия галочки. Ну, например, если вы принимаете решение, прописываете у себя в локальном акте, что самоцитирование в студенческих работах отключается. Мы нашли совпадение здесь, вы видите, с кольцом вузов. Галочку снимаем, нажимаем кнопку пересчитать, и данный источник тем самым у нас отключается. Отключение заимствованного блока. Ну, я показывала уже на примере списка литературы, который можно отключить. Но на самом деле этот же прием можно применить и к любому другому фрагменту, который не является заимствованием, на взгляд, проверяющего. То есть его можно отключить. И третий вариант – это изменение типа источника. Для этого под каждым источником имеется кнопка «Изменить тип». И дальше можно выбрать цитирование, либо самоцитирование. Также нажать кнопку «Пересчитать». Результат будет пересчитан с учетом вот этого изменения. То есть отчет – это не истина в последней инстанции. Процент оригинальности – это тоже не истина в последней инстанции. Это можно и нужно редактировать с учетом экспертного мнения того специалиста, который осуществляет проверку. Ну и последний, седьмой секрет, последний по порядку, но не по важности, конечно, говорит нам о том, что, конечно, необходим регламент, в котором не просто прописан процент оригинальности, в котором зафиксировано, что в студенческой работе мы считаем правомерным заимствованием, что нет, если хотите определение, где зафиксирована обязанность проверяющего анализировать правомерность заимствования и редактировать отчет, а не просто смотреть на результат в процентах. И, конечно, порядок принятия решения по результатам проверки. Кто принимает окончательное решение в спорных случаях? Это выпускающая кафедра, это специальная какая-то комиссия, это заведующий кафедрой лично. Кто это? Предоставляется ли студенту, обучающемуся, возможность отстоять свою точку зрения и обосновать, что его заимствования правомерны? Такой документ очень весьма необходим, потому что, если он есть, проверяющий опирается на этот документ и уже обосновывает свои действия. Он может взять на себя ответственность, опираясь на этот документ. Если документа нет или в нем ничего это не зафиксировано, то проверяющий, он может просто бояться, честно говоря, вот эту ответственность на себя взять. Вот я отредактирую отчет, а мне скажут, что я там сделал это за какое-то вознаграждение со стороны студента. Например, такие случаи есть. Поэтому регламент, безусловно, нужен. И это очень удобно. Это позволяет всем заинтересованным сторонам работать в общем информационном поле. Коллеги, я потихонечку перехожу к завершению. И если сегодняшняя тема была для вас интересна, если тема вообще заимствований в научных и учебных работах вам близка, то я хочу пригласить вас на конференцию «Обнаружение заимствований», которая пройдет в этом году уже в пятый раз. Ну, по понятным причинам она пройдет онлайн. Я сейчас тоже даю ссылочку в чате. Конференция пройдет 22-23 октября. Регистрация открыта, участие бесплатно. В этом году мы ожидаем очень интересную программу. Ну, все вы это, безусловно, можете прочитать на сайте конференции. Отмечу только, что планируется в том числе и спикеры из Западной Европы. То, что всегда интересно, потому что, ну, не секрет, что мы в части академического плагиата, конечно, отстаем, да, в известной степени от западноевропейских коллег. У нас будет Дебора Вебер-Вульф, которую называют «Охотницей за плагиатом», автор нашумевшей статьи в Nature. У нас будет Мигель Роек, это автор руководства по публикационной этике. Вот, но не буду все секреты раскрывать, да, и другие спикеры интересные также будут. Кроме того, хочу анонсировать конкурс, связанный с конференцией, который сейчас идет на нашей страничке в Фейсбуке. Так, сейчас ссылка тоже у нас появится в чате. Там все написано, уважаемые коллеги, что нужно делать, да, если вот вы, если у вас есть аккаунт в Фейсбуке, то приглашаю вас поучаствовать, там разыгрываются призы, вот, а, в общем-то, никаких особых усилий не требуется для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Так, ну и, конечно, я обещала приглашение на наши вебинары. Наши вебинары проводятся также бесплатно, можно регистрироваться на любой понравившийся вам вебинар, любую тему, которая вас интересует. А также я предлагаю вам подписаться на наш канал на Ютубе, потому что, ну, понятно, что не всегда есть возможность участвовать онлайн в вебинарах, да, вот на Ютубе можно найти записи вебинаров и посмотреть уже в удобное для вас время. Когда мы вначале проводили с вами опрос, кто какой версией пользуется, я помню, что в чате были и нули в том числе. Коллеги, специально для вас бесплатный тестовый доступ. Получить его очень легко. Для этого нужно оставить вот такую заявочку на сайте antiplagiat.ru. Этот тестовый доступ предоставляется юридическим лицам, да, то есть это не для вас, как для физлица, это для вашего вуза, для вашей организации. Вы оставляете заявку, с вами связывается наш специалист и уже согласует все детали, все подробности. Так, вот наши контакты. Я оставлю, оставлю давайте этот слайд. И я готова, готова отвечать на вопросы. Так. Сейчас, минуточку. Так. Так, Алексей, есть ли у нас вопросы, которые остались без ответа? Потому что в личных сообщениях я ничего не вижу. Так. Так, ну что, я должна сказать большое спасибо Алексею, потому что я так понимаю, что на все вопросы он ответил. Ну что ж, это неожиданно. Это неожиданно, коллеги. Тем не менее, я, наверное, передаю тогда слово Татьяне Викторовне. А если вдруг вопросы появятся, то я буду готова вернуться, да, и прокомментировать. Вам большое спасибо тоже за... Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...